добрый день добрый день дорогие друзья меня зовут фомин алексей и вы знаете мы буквально три недели назад четыре недели назад начали совершенно уникальный бизнес окса я в совершенно восторге очень многие люди знаете находились в поиске и в недоумении потому что российский рынок пестрит какими-то пирамидами баночками пестрит лохотроном и многих серьезных людей интересует возможность как зарабатывать совершенно большие деньги легальным образом и многие люди присоединяются присоединяются профессионалы которые имеют опыт работы в сетевом бизнесе и также присоединяются люди которые просто заходят на доверие они понимают что здесь научат они рассчитывают что изменит свою жизнь к лучшему работает наша компания и сегодня буквально за час или полтора столько сколько нужно у меня тут маленький планчик я хочу с вами поделиться тем как собственно я делаю этот бизнес если вы профессионал сетевик значит может быть вы что-то новое для себя узнаете может быть вы скажете но если алексей может это делать а мы это крутые ребята мы еще круче будем это делать я только буду рад значит немножко расскажу о себе в предыдущем бизнесе у меня была команда 140 тысяч человек и у меня были в команде люди которые в месяц зарабатывали порядка 300 тысяч долларов то есть если вам мой опыт будет интересен сам я инженер я не хожу не не люблю ходить там вокруг куста с бубном и я делаю так чтобы все было быстро и четко и от пункта до пункта б как по инженерному эффективно быстро вот и меня интересуют такие подходы в бизнесе которые могли бы продублировать абсолютно любые люди это например там какая-то пожилая женщина там возрасте 68 лет могла бы такие вещи исполнять и также молодые ребята студенты которые которым я не знаю не совершенно только начинают жить и они совершенно только начинают зарабатывать деньги и поэтому мои методы они объединяют любые категории людей если вы крутой бизнесмен и у вас есть там и офисы и всякие возможности финансовые то значит вы меня услышите и еще больше бизнес вы сделаете итак поехали для многих из вас да во первых я хочу сразу отметить что это авторская программа то есть это авторский такому семинар и поэтому не пытайтесь его там копировать или не пытайтесь там его резать и без значит согласие как-то там распространить итак поехали пожалуйста задайте себе честный вопрос за ответьте на него честно хотели бы вы чтобы ваше финансовое состояние улучшилось вот посмотрите на ту точку на которой вы сейчас находитесь по жизни отключу skype итак задать себе вопрос если честно хотели бы вы чтобы ваше финансовое состояние улучшилось то есть если это так то вы в правильном месте в нужном месте и мы сейчас вами собственно начнем итак прежде всего куда вы попали окса это бизнес то есть это не финансовая пирамида это не какой-то инвестиционный клуб это реальный бизнес то есть это что такое бизнес эта деятельность направлены на получение прибыли то есть ваша задача это заработать деньги и самое интересное что это деятельность это не клуб по сиденью на стуле это реальная работа и поэтому сразу сходу будем говорить о том что если вы хотите добиться больших результатов то мой вам совет первые 90 дней в этом бизнесе просто как ракета вам нужно на самом деле отдаться этому но надо понимать как отдаваться этому бизнесу и что нужно делать то есть если вы будете с утра до вечера бегать вокруг дома с галделом энтузиастом энтузиазмом то это денег не принесет то есть надо 90 дней плотненько поработать и знать как это делать и сегодня я буду рассказывать что мы будем делать и сообщу некоторые тезисы значит сегодня я вам передам определенные идеи с которыми нужно подходить к этому бизнесу если у вас эти идеи будут то у вас будет все в порядке договорились хорошо и потом подведем итог и так и так и девочки первая идея которая очень простая что первые 90 дней я от вас ожидаю что вы будете здесь плотно этим заниматься что такое плотно заниматься это хотя бы 6 8 часов если вы хотите зарабатывать а совершенно серьезные деньги что такое серьезные деньги хотя бы 1000 долларов в день вот это начинается серьезные деньги то есть если вы хотите именно такие деньги зарабатывать то ребята 60 90 дней вы должны здесь плотно отжиматься 6 8 часов в день и по той схеме по которой я сегодня расскажу а значит почему это так потому что возьмите пример ракету ракета на старте она сжигает 90 процентов своего топлива она не сжигает там 15 процентов топлива она сжигает 90 и поэтому если вы стартанете быстро вы потом будете очень долго по инерции лететь и деньги вас будут совершенно сумасшедшие догонять таков это бизнес значит многих интересует как мы здесь зарабатываем деньги поэтому я сейчас поделюсь экраном и начну рисовать кое-что надеюсь у меня будете видеть сейчас кое-какие тут настройки сделаю чтобы у нас было все четко так сейчас показать экран во первых я попробую чат включить и сразу показать экран отлично сейчас секунду ребят я на google hangout я еще тут окей и так я думаю что вы видите мой сейчас экран я буду на нем рисовать отлично и так очень интересно для вас для многих будет узнать куда же вы все-таки попали каким образом мы здесь зарабатываем деньги и прежде всего хотел бы передать вам маленькую такую идею вы все знакомы с макдональдсом вы знаете макдональдс так вот вы понимаете что существует несколько несколько уровней работы например в макдональдсе или с макдональдсом и мы сейчас эти уровни с вами разберем первый уровень это когда вы приходите и вы думаете что надо продавать биг маки и вы устраиваетесь продавцом за эту кассовую значит стойку и вы продаете биг маки это совершенно маленький уровень я думаю что вы будете зарабатывать но может быть там от 8 долларов в час в лучшем случае то есть вы не можете зарабатывать на это в этом на этом посту или на этой деятельности 200 300 долларов в час это невозможно хорошо следующий уровень это когда вы становитесь менеджером вам дают модную панамку другого цвета рубашку и у вас в подчинении находятся люди которые продают вот эти заказовыми машинками вот эти биг маки ну такой человек это как менеджер он зарабатывает может быть 10 долларов в час это не тот предел мечтания о чем мы с вами говорим и есть другой уровень когда вы становитесь директором макдональдса вам еще больше панамку дают вы может быть владелец этой франшизы отдельной и может быть вы с грехом пополам зарабатывать я не знаю там 100 тысяч долларов в год хотя для многих это большие деньги но я не уверен хорошо и есть совершенно другой уровень ребята бизнеса которыми я хотел бы вам поведать сегодня это когда вы как человек то руководитель вы открываете макдональдсы в разных частях и регионах планеты да и соответственно со всех продаж которые происходят вот в этих вот филиалах вы зарабатываете деньги уловили идея то есть если вы хотите в нашем бизнесе окса по той схеме которую у нас тут есть на самом деле зарабатывать большие деньги то вам нужно превратиться вот в такого человека вы человек который открывает филиалы вы человек который создает сбыт в разных частях и регионах этой планеты ловили идею то есть вы не должны превращаться в человека который идет с этими наклейками и говорит смотри какие у нас классные наклейки и ты будешь лучше спать поняли это это где деньгам вас не приведет то есть если вы хотите маленькие деньги это нормально вы можете пойти взять эти наклейки в каком спортивном клубе кому-то продать там ребят но если вы хотите сумасшедшие деньги забудьте об этом забудьте я сейчас вам буду рассказывать почему это так итак мы с вами переходим на уровень отдела кадров то есть вы постоянно заняты тем что вы расширяете свою структуру вы приглашаете постоянно людей в бизнес и здесь не только приглашаете но и учить и контролировать их работу хорошо и сейчас я буду кое-что вам объяснять откуда большие деньги для многих будет открытием открытием вот такая следующая экономическая схема для того чтобы вам было понятно я нарисую первый месяц второй месяц третий месяц четвертый месяц пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый то есть у меня слева колонка 12 месяцев договорились данном есть 11 там бы 12 и так далее 11 12 представьте что вы приглашаете в бизнес просто вот вам модель вы приглашаете в бизнес два человека два человека два оптовика два человека на следующий месяц то есть на выходе первый месяц у вас два человека в колонке на следующем месяце вы приглашаете на следующий месяц если вы приглашаете четыре человека то есть не вы а вы ваши партнер и вы приглашаете а также по 2 то у вас уже во втором поколении будет 4 человек правильно представьте что на третий месяц ваши эти друзья они точно так же пригласят по два человека у вас уже будет 8 за четвертый месяц у вас уже точно так же если каждый по два пригласит у вас уже будет 16 потом 32 пятый месяц 32 человека шестой 64 7 128 потом у вас 256 потом у вас 512 потом вас 1024 потом вас 2048 и потом 4096 то есть 12 месяц ребят такой схемы у вас команде 4096 человек 2048 слева и 2048 справа понимаете да то есть у вас совершенно колоссальная структура сбыта и я хочу чтобы на это дело внимательно посмотрели дома взяли машинку и покрутились с этими цифрами что будет происходить по нашей системе компенсационного плана каждый раз когда у вас в левой команде в правой команде происходит сбыт вам компания платит 30 долларов то есть грубо говоря вот эти 2048 если вы умножите на 30 долларов то это совершенно сумасшедшие деньги ребят то есть я даже для вас посчитаю то очень важно почему я это рассказываю то есть мы делаем вывод вообще чем нужно заниматься и так и так 2048 умножаем на 30 долларов то есть по концовке это 61 тысячи долларов то есть 61 61 тысячи долларов на 12 месяц это ваша зарплата на 12 месяц 61 тысячи долларов то есть еще раз мы превращаемся здесь в отдел кадров какие выводы нужно отсюда сделать во первых если мы возвращаемся да к дим к дим что вам нужно понимать что некоторые люди согласятся с вами делать этот бизнес они а некоторые не согласятся поэтому мы никого не уговариваем мы говорим о том что есть принцип сортировки то есть вы просто перебираете людей вы не уговариваете а вы перебираете и все что вам нужно сделать это по большому счету составить список знакомых составить список знакомых это может быть список 20 человек это может быть список 40 человек 80 человек чем большее количество людей вы просто составите тем лучше это то база с которой просто что-то начинается если просто это те люди которых вы можете пригласить бизнес теперь я расскажу как я это делаю я снимаю трубку телефона и говорю алё вася привет это алексей слушай а тут наши совершенно классный бизнес и тебе было бы то есть дословного прям вообще дословно как я это делал я звоню человек говорю алё вася привет у тебя есть полминуты времени он говорит ну да есть я бы послушай а тут начал новый бизнес и было бы интересно зарабатывать 100 200 300 долларов или 400 долларов каждый божий день наличными он не говорит да было бы интересно и тогда я и тогда я ему говорю хорошо а и тогда я ему говорю а сейчас ребят я отключу тут одно приложение и тогда я ему говорю послушай ты найдешь 20 минут посмотреть видео в интернете то есть человек говорит да я найду 20 минут посмотреть видео в интернете и я ему скидываю я ему скидываю просто запись презентации которую я записал то есть мне не надо ему по телефону ничего там объяснять то есть вы чувствуете то есть на самом деле все очень быстро то есть позвонить человеку из этого списка меня занимает там полтора минуты кто-то очень мало очень маленькое количество людей говорит что нет им не интересно потому что кризис люди хотят зарабатывать деньги соответственно занимает у меня время позвонить такому человеку ну полторы две минуты то есть я звоню этому человеку скидываю ему ссылку и спрашиваю очень важный вопрос какому времени ты это посмотришь то есть когда ты это посмотришь точно он говорит я посмотрю это к 6 вечер хорошо тогда тебе точно в 6 звоню и мы с тобой это обсудим он говорит отлично за меня делает все презентация 20 минут на презентация отвечать на все вопросы может быть что-то не услышал там значит какие-то у него свои соображения появится теперь как вы разговариваете после презентации крайне важно значит сейчас мы с вами разберем на что у нас тут происходит еще раз можно сказать что ваше общение с человеком состоит из нескольких этапов первый этап это пригласить второй человек второй этап это показать презентацию и третий этап это поговорить после презентации иногда вы разговариваете сами лучше когда вы подключаете спонсор и это называется трехсторонний разговор трехсторонний разговор значит спонсор вы подключаете не к тому моменту когда вы уже сами поговорили с человеком а вы сначала подключили на звонок спонсора потом вузы дорогой спонсор сейчас я буду васю подключать он только что посмотрел презентацию хорошо и вы со спонсором подключайте васю и ваш и вам помогает спонсор поговорить с этим человеком, какие вопросы я задаю. То есть мой многолетний опыт привел к тому, что задавать надо меньше вопросов и больше слушать. И меньше болтать, и пытаться в что-то там такое. И поэтому я задаю всего-навсего 3-4 вопроса. Первый вопрос я задаю такой, что тебе понравилось? Я даю человеку просто высказаться, что ему на самом деле понравилось. Кто-то говорит, мне понравились деньги, кто-то говорит, мне понравился продукт, кто-то говорит, я всю жизнь мечтал энергетическими продуктами заниматься, то есть и так далее. Хорошо. Кто-то говорит, я увидел, что здесь можно быстро много денег заработать. Кто-то увидел, что дешевый вход, кто-то увидел, что 180 стран, кто-то говорит, я могу работать из дома, кто-то что-то. И я даю подтверждение этому человеку. Говорю, это классно, что ты для себя что-то нашел, что тебе может быть полезно, и ты можешь изменить свою жизнь. Следующий вопрос, который я задаю. Кстати, дайте шаг назад. Я не спрашиваю человека, что ты понял. Поймите, что мы об этом можем долго говорить, есть логика, есть эмоции. И в бизнесе, на самом деле, поймите, продает не логика. Вы можете человека завалить документацией, всякими паспортами качества, сертификатами и модно написанными компенсационными планами, но если не будет вашей жизненной такой эмоциональной огня и искры, то ничего не произойдет. Поэтому продает эмоции. Вы будете со мной общаться, я еще на эту тему буду тренинги проводить. Сейчас такой очень быстрый обзор. Дальше. Я человеку задаю следующий вопрос. Если бы ты подключался к нашей деятельности, ты бы работал на полную занятость или на частичную? То есть многие люди задают вопрос, что такое полное, что такое частичное? Я говорю, мне интересно твое намерение. Ты хочешь зарабатывать деньги быстро и много или ты хочешь так это раздудоливать и 100 долларов в день грехом пополам? И многие говорят, слушай, если бы я взялся, я бы занялся по полной программе. Я говорю, отлично. Следующий вопрос, который я задаю. Если бы ты принял решение подключаться, ты бы деньги нашел? И люди говорят, да, я бы нашел. И следующий очень важный момент, который нужно понимать для вас и который нужно понимать людям, это почему некоторые люди не подключаются? И сейчас мы это с вами разберем. Почему некоторые люди не подключаются? Они вам могут просто не говорить своих действительных намерений или что у них есть деньги или что у них нет денег. Поэтому не стесняйтесь с людьми поподробнее поговорить. Поэтому я задаю именно этот вопрос. Если бы ты решил подключиться, ты бы деньги нашел? Человек говорит, нашел бы. Потому что если человек говорит, я хочу подумать, то это просто какая-то уловка. Он пытается ускользнуть, может быть, от чего-то. Он может быть, знаете, не всем приятно признаться, что у них нет в кошельке 150 долларов. Поэтому вы просто задайте ему вопрос. То есть у тебя, ты говоришь, подумай, это потому что ты не хочешь сказать, что у тебя денег нет или что бизнес не понравился. Мне просто нужно понимать. Задайте этот честный вопрос человеку, чтобы он… Расшевелите побольше, туда вопросов задайте. И человек вам ответит, да нет, мне надо, у меня денег нет, так мне все понравилось. Тогда если ему все понравилось, ребят, вы ему просто помогите, скажите, давай с тобой обсудим, где ты возьмешь деньги. Может быть, продать что-то ненужное, может быть, кредит бесплатный взять, может быть, ты поработаешь сейчас там что-нибудь, может еще что-то. Вы уже с человеком на другую тему обсуждаете. Он уже в теме, он уже в команде, да? Но он уже просто сейчас, как называет, назовем это подготовительный проект. То есть он просто ищет, где ему взять деньги. Вот и все. Теперь хочу вам понять, дать объяснение, что наш компенсационный план очень интересный. Сюда надо подключаться ракеты с космической скоростью. Почему? Потому что вы сюда получаете людей, которых вы не приглашали. Мой первый партнер, Эдуард Сергеев, я его пригласил, Эдуард. И он там пока свои фильмы снимает, туда-сюда, месяц прошел. Человек пока ничего не сделал, но он будет делать. И я здесь вот наставил, я и моя команда, мы сюда уже наставили порядка 200 человек. 200 человек. То есть, понимаете, этот человек еще ничего не сделал, но под него попало 200 человек, которые ему создадут товарооборот. Вот. Понимаете? То есть у него уже есть и команда, и у него уже накопились очки определенные. То есть очки потом можно превратить в деньги. Ему нужно будет, чтобы квалифицироваться, знаете, поставить двух людей. Одного вот сюда и одного потом сюда. Но мы говорим о том, что хотя бы половина бизнеса у него уже построена. И за месяц этот человек уже столько очков получил, что он может пользоваться 4 года продуктом бесплатно. То есть многие люди из вас задают вопрос, а здесь есть ли какая-то месячная активность? Да, в нашем бизнесе месячная активность есть. Это 100 долларов или 100 баллов? 100 баллов. Соответственно, два продукта по 50 долларов. То есть там либо для улучшения сна, либо для энергии, либо еще что-то такое. Но я просто заостряю ваше внимание, у человека уже столько баллов здесь за месяц, что он может пользоваться продуктом 4 года бесплатно. Поэтому отсюда исходит несколько отсюда выводов можно сделать. Первое, ребята, это не тормозите и объясняйте вашим клиентам, вашим потенциальным друзьям, что если они сейчас подключатся, то все будущие подключения, всех будущих людей, которых вы и ваша команда поставите, будут у них здесь в системе. И это очень важно. И это их будущие деньги. Соответственно, вспоминайте, я вам 15 минут назад рассказывал, что это будет, например, за год, если просто не спеша вы пригласили двух, и ваш человек за год, за месяц тоже двух, а потом те двух. И к концу года у вас будет 2048 человек только в этой команде. Вы понимаете? Поэтому наш бизнес такой, в который нужно просто влетать пулей и быстро его запускать. Хорошо, с этим вы разобрались. Значит, вы поняли, как нужно приглашать. Это занимает минута. И, соответственно, я хочу еще сделать один момент. Если вы звоните человеку, разговариваете с ним 2 часа, как у тебя дела, как семья, как дети, как то, как пятое, как десятое. Ребят, со сколькими людьми вы в течение дня пообщаетесь? Если у вас 8 часов рабочий день, вы максимум пообщаетесь с четырьмя людьми. По той схеме, которую я вам нарисовал, один звонок у вас занимает 2 минуты максимум. Вы можете за один час обзвонить 30 человек. Кто-то да, кто-то нет, кто-то занят, кто-то не дома. У вас совершенно бешеная эффективность. Вы 30 человек обзвонили. Допустим, 10 сказали, что они хотят посмотреть презентацию. С грехом пополам там, даже если вы живете в таком городе, где у людей денег нет, и они просто последний хлеб без соли доедают, вы из 10 двух человек точно подключите. То есть я вам просто говорю, что вы сами в состоянии двух человек в день подключать при такой работе. Теперь поговорим с вами о статистике. И здесь я вам кое-какой закон хочу подсказать, чтобы вы им пользовались. Во-первых, есть такая вещь неумолимая, как статистика. Зайдите в любой супермаркет, в любой большой супермаркет и посмотрите на тележки, с которыми люди заходят в этот магазин и выходят. Кто-то купил на 100 долларов продуктов, кто-то купил на 20, кто-то бутылку кефира за 5 рублей. Понимаете? Из большой массы людей, которые туда заходят в магазин, есть просто статистика. Кто-то много берет, кто-то мало, кто-то ничего не берет, а кто-то возвращает товар назад. Но торговля идет, вы понимаете? Точно так же и у нас, точно так же и здесь. Я вам советую пригласить в этот бизнес максимально много людей в первое поколение. То есть, если вы пригласите 20 человек слева, 20 человек справа, у вас в рису будет вот такая статистика. Смотрите, что у вас будет происходить. 10 человек у вас будет ни шатка, ни валка. Они на троечку, ни туда, ни сюда. Они ничего, они не знаю, они могут просто лениться, у них какие-то жизненные проблемы, они не понимают, они не хотят и так далее. Пять человек у вас будет работать с вами или без вас. Они будут активно рыть землю. Им нужно купить новый дом, машину, квартиру. Они будут бомбить этот бизнес по полной программе. И еще, например, там три человека будут работать только пока вы тут работаете. А какое-то количество людей вообще отвалится. Например, там два или четыре отвалится. Ну, вы идею поняли. То есть, если вы хотите запустить этот бизнес по-настоящему, то мой вам совет – пригласите в изобилии большое количество людей. И здесь я вам дам два совета. Две, два, два важных совета. Отсюда тоже можно много выводов делать. Два совета следующие. Проблему кадров решайте путем замены кадров. То есть, это звучит сложно, но выглядит это следующим образом. Представьте, что вы владелец обувного магазина. И вам нужны менеджеры, которые бы продавали в вашем магазине обувь. И если у вас человек не появляется на работу, не хочет, не ходит, не делает то, что надо, бухает, вы что делаете с этим человеком? Вы его увольняете и на его место выставите нового. Правильно? Поэтому здесь то же самое, ребят. Вы владельцы магазинов продажи наших продуктов Окса. Помните, что вы не сами их продаете, а вы человек, который создает дистрибьюторские вот эти центры. Да, вы приглашаете людей. Да, вы делаете это в таком виде, как вот эта наша схема. Но тем не менее, то же самое, если вы видите, что человек не производит, не появляется, не выходит в скайп, не надо никого заставлять. Вы просто берете, нанимаете, приглашаете в бизнес другого человека. На планете 7 миллиардов человек. Поверьте мне, есть люди, которые в нужде, которые хотят изменить свою жизнь, которые хотят заработать на новый вертолет, дом, космический корабль и так далее. Вот это вы идеи поняли. Поэтому логика следующая. Приглашайте людей с избытком, сильные люди поднимутся наверх. Это мое кредо и моя статистика такая. Я подключил 48 человек за первый месяц и, соответственно, уже за первый месяц там больше 250 человек. При условии, что продукт еще не все получили, не все получили вот этот кайф от этих наших продуктов. Когда продукт всем придет и все обклеятся нашими совершенно волшебными голограммами, то бизнес сразу улетит в космос. То есть там все будет всем сразу понятно, о чем я говорил. Хорошо. Соответственно, я рассчитываю, что у меня где-то за первые 6 месяцев будет 10 тысяч человек. И, соответственно, я понимаю, что этот чек уже будет составлять несколько сот тысяч долларов. Окей. Хорошо. Итак, почему я еще раз вам говорю вот это правило. Приглашайте людей с избытком, сильные люди поднимутся наверх. Если вы пригласите одного, у вас будет непонятная статистика. Пригласите 10, мало. 20 слева, 20 справа. Но железобетон гарантированно у вас будет куча лидеров, толковых людей, которые независимо от того, работаете вы или нет, они будут двигать этот бизнес. И еще следующий закон, который я подсмотрел в окружающей жизни, это закон изобилия. Изобилия. Я хотел бы, чтобы вы его тоже запомнили. Ну, я и не подсмотрел, я его и прочитал, а потом просто согласился, что он все строит. Итак, закон следующий. Эта жизнь построена на большом количестве всего. То есть очень много людей на планете, очень много молекул там, да, очень много воды в океане, очень много листьев на деревьях и так далее. Поэтому от вас ожидается изобилие, большое изобилие количества действий. Много действий, много людей, много звонков, много того, много сего. Не бойтесь действовать, потому что на выходе вы получите то, о чем вы, то, к чему вы стремитесь. И теперь я хотел бы поговорить немножко о ваших целях. Это в каждом бизнесе там говорят про цели, и все об этом знают, и никто ни черта не понимает это, и пытается что-то как-то сформулировать. Но идея заключается очень простая. Идея в этом во всем очень простая. Вот это вы, и у вас есть идея о том, что вы хотите иметь. Нарисуем этот дом. Это вот это может быть вашей целью. Если вы сюда добавите, если просто хочу дом, и здесь нету какой дати, то это просто мечта. Но если вы добавляете сюда дату, например, хочу дом к 2016 году, январь, вот, это уже цель. Все понятно? Соответственно, вы можете написать свои мечты, прикрепить к ним ярлык дата, и это уже цель. Дальше что нужно делать? Это действие. И что у нас с вами на выходе будет? Результат. Соответственно, что такое действие? Это усилия определенные, да? Я хотел бы, чтобы вы поняли, что такое усилие. Вы сейчас каждый сидите на стуле, возьмите там, допустим, правой рукой, потяните вверх за сиделку стула, на чем вы сидите. И почувствуйте вот это вот усилие. Вот оно, усилие. То есть мы ожидаем от вас вот этих ежедневных усилий. Усилие снять, поднять трубку телефона, усилие сделать звонок, усилие куда-то прийти, усилие открыть компьютер. Окей? То есть на самом деле вы делаете определенные усилия, которые приведут вас вот к этому результату. Я не буду говорить о том, что человек, который думает об одном, делает другое и, соответственно, получает черти знает что там третье, но это сумасшествие. И мы с вами говорим о том, что должна быть согласованность. Согласованность, что вы хотите, что вы делаете, что вы получаете. Это отдельная тема для отдельного вообще общения. Но просто если забегая вперед, хочу сказать, что как вы можете себя организовать, как вы можете сами себе помочь. Это очень быстрый тренинг. Я очень быстро тут, знаете, так собираю разные идеи, чтобы вам помочь стартануть. Значит, вы смотрите на свою собственную жизнь, вас окружают какие-то там ваши собственные ресурсы, правильно? И вы можете нарисовать ваши собственные цели, как только что мы обозначили. И, допустим, вы хотите тысячу долларов, вы хотите тысячу долларов на этой неделе заработать. Тысячу долларов. То есть вам надо заплатить за квартиру, за машину, я не знаю, там что, еды купить, долг отдать. Тысячу долларов. Хорошо, что такое тысячу долларов? Если вы сделаете 20 личных регистраций, соответственно, по 50 долларов вы получите, вот вам тысячу долларов. Если вы хотите таким путем пойти, 20 личных регистраций сделать и заработать тысячу. Это один вариант. Вы можете захотеть пригласить 5 человек и помочь этим людям построить команду и получить командный бонус. Это второй вариант. В любом случае, вы всегда можете задать себе вопрос, как я могу это сделать. Заставьте свой разум работать. Приведу пример. Студентов политехнического университета Массачусетского вытащили на лужайку около здания и сказали, ребят, вот вам 20 минут и измерьте высоту этого здания. За 20 минут они говорят, ну как, у нас ни линеек, ни лестниц, ничего нет, ни рулеток. Мы ничего не знаем. Так вот, ребята, просто заставив свой разум работать, придумали около 100 способов, как можно измерить высоту здания по тени, по линейке в телефоне и так далее. То есть они там какие-то расчеты сумасшедшие делали через Google и так далее. Так вот, задайте себе просто вопрос, как я могу это сделать. И выписывайте вот эти решения, которые у вас приходят на ум. Я сейчас вам хочу привести пример. Например, у меня вот сейчас в команде там, будем считать, я не знаю, там каждый день добавляются люди, 250 человек. И я понимаю, что мне хотелось бы до конца месяца, сегодня у нас там 17 сентября, мне хотелось бы за 13 дней пригласить, сделать так, чтобы в моей команде было полторы тысячи человек. То есть я понимаю, полторы тысячи человек, там, хорошие деньги же, комиссионные и так далее. И я себе задаю вопрос, как я могу это сделать. И я сижу и думаю, так, а что если я проведу тренинг и просто расскажу в интернете, как я приглашаю людей, как я делаю трехсторонние звонки, как я эти презентации делаю. Хм, давай-ка я это сделаю. А что если я, например, договорюсь и я переведу материалы на русский? Отлично, поможет это людям? А, точно, поможет. А что еще могу сделать? Как я еще могу это сделать? А могу я, например, видео истории успеха записать и на YouTube себе выложить, люди смотрели? Да, могу. А могу я, например, встречу с президентом организовать в интернете для русской команды? Да, могу. Понимаете? То есть я придумываю сам себе решения и сам их реализовываю. И я рассчитываю, что вы толковые люди, вы поймете, о чем я с вами говорю. Потому что у вас есть, вы, может быть, способнее, чем я. То есть у нас в команде, например, есть ребята, за первый же день они загрузили к себе на канал в YouTube мою же презентацию, полторы тысячи человек посмотрело ее. У меня в первый день столько не посмотрело людей, вы понимаете? Я рассчитываю, что вы у меня меня, круче меня. Я просто с вами делюсь то, что я делаю. Поэтому у вас у всех есть свои собственные ресурсы, и вы можете задать себе вопрос, как вы это делаете, как я могу это сделать. И вы ставите перед собой честную задачу, сами себе задаете вопрос, как я могу это сделать, и вы идете и это делаете. И хочу вам такую интересную вещь сказать, что вы соревнуетесь сами с собой. Вы не соревнуетесь там с Васей или с Петей, а вы соревнуетесь сами с собой. Вы себя стараетесь превзойти. Поэтому лучше, это даже лучше. Так, что я еще тут вам не сказал? Можно много говорить. Так, значит, кое-какие деловые советы вам хочу дать. Значит, иногда люди делают ошибку в попытке помочь своим друзьям. Те говорят, слушай, ну займи мне денег. И они в попытке помочь своим друзьям, сами за них проплачивают аккаунты, занимают им деньги. Ребята, не делайте этого. То есть, человек в состоянии каждый пойти, что-то продать ненужное, поработать, отработать, занять и так далее. То есть, они могут это делать, потому что я вижу, как многие люди в ловушку себя такую загоняют. Не нужно этого делать. Так, хорошо. Ребята, в принципе, можно дольше и много говорить. Значит, давайте подводим итог. Итак, я хотел бы, чтобы вы взяли калькулятор и посчитали ту схему, по которой мы работаем. 2, 4, 6, 8, 16, 32. Что будет с вашим чеком? Сами посмотрите, что бизнес этот однодневный или многодневный. То есть, здесь нужно, чем дольше вы тут работаете, тем больше у вас денег. Надо это понять. Он не строится за один день. Дальше, что нужно понять? Что долго с людьми разговаривать тут не стоит. Нужно по очень быстрой схеме просто приглашать людей посмотреть презентацию. Да, да, нет, нет. Сортировка. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет. И совершенно никак не расстраиваться. Дальше, научитесь задавать такие простые вопросы, как что тебе понравилось. Если бы ты подключался, ты бы работал на полную или на частичную занятость. Если бы ты подключался, ты деньги бы нашел. Он говорит, да, нашел. 150 долларов каждый может найти. Так, мы никого не уговариваем, потому что тот принцип, который я вам нарисовал. Кто раньше подключает, тот получает все коврижки. Соответственно, кто быстрее вбегает в бизнес, тот больше получает. Так, дальше, мы говорим о том, что 90 дней, вы теперь знаете, что нужно делать, работать как ракета 90 дней, чтобы максимально быстро запустить этот бизнес и уже там выйти на десятки тысяч долларов в месяц доход. Так, следующий момент, о чем мы говорим, что у нас с вами сортировка, мы никого не уговариваем, и вам нужно много людей пригласить в первое поколение. Из них выбьются люди, которые будут серьезно этим заниматься. И вот последнее правило, которое я вам дам, оно касается работы с командой, это поощряйте производство, работайте с теми, кто работает. Уделяйте время тем, кто вас дергает, кто хочет, кто строит, кто приглашает людей. То есть на таких людей ежедневно уделяйте время. Закон звучит следующим образом, закон из управления. То, что вы поощряете, то вы получаете. Если вы поощряете, что люди не производят, не хотят работать, а вы на них тратите свое время, вы получите низкий чек, низкую зарплату, одни расстройства. Если вы будете поощрять производство, если вы будете работать с теми, кто на самом деле регистрирует людей, кто работает, то у вас просто совершенно волшебным образом структура будет расти, как на дрожжах во многих странах, городах, и вы будете очень успешным человеком. Хорошо, ребята, спасибо вам большое за внимание. Создавайте яркие образы того, что вы имеете, что вы уже специалисты, что вы уже богатые ребята, что у вас уже огромные структуры, огромные чеки. И в заключение хотел бы сделать ряд новостей. Я фактически каждый день на проводе с президентом компании. Значит, что нас сейчас ожидает? До конца сентября месяца продлена акция в статус золота. То есть те люди, кто до конца сентября подключается, вы получаете пожизненный статус золота. С 1 октября эта акция обрубается. Дальше. Сейчас прикручивается новая система поддержки. И потому что большое количество людей саппорт не справляется, значит, они сейчас уже будет новая система поддержки работать через буквально там в течение недели, как я так понял. Дальше. У нас уже вышел продукт, уже в пути на наши дистрибьюторские центры. Это в Казахстан, это в Москву, на Тайвань. Сейчас мы еще откроем на Украине. То есть доставки для наших партнеров будут быстрее происходить. Что еще хотел сказать вам, чтобы что-то не упустить еще из важных. А, в бэк-офисе вы сможете скоро за очки проплачивать, за деньги, электронный день, который у вас в кошельках, вы сможете скоро проплачивать новые регистрации. И президент компании сделает так, что вы деньги из кабинета в кабинет сможете перегонять. То есть это тоже для быстрых регистраций и взаимовыручки. Ну вот, в принципе, пока так. Пишите мне свои вопросы в скайпе, я готов буду с вами поделиться. Это такое быстрое такое было обучение. Следующие будут более планомерные. Спасибо вам большое за внимание. Следите за новостями. С вами был Фомин Алексей. Успехов!